8 глава, 5-го поколения 100-й стих. Эту историю все знают, как был болен снега, пришел военный человек и просит у Господа помочь ему. Чего мы здесь можем научиться? И в той должности, какая у нас есть, научиться извлекать в пользу. Твори добра. Если это был бы слуга Бурной, который убегал, пил, на кто бы его ходатайствовал? Нет его и нет. Значит, нужно быть нужным, необходимым. А когда человек необходим, то за него ходатайствуют. Мне приходилось встречаться с такими людьми, которые имели недостатки, притом большие. Но имели хорошую специальность, были мастера. Пил человек. Докладачаство само скрывало, что он пьет. Мало того, пьяного домой привозили, чтобы его не уволили, потому что когда он приходил в сознание, он начинал бахать за десятерых. В трамвайном депо стоял около пятнадцати неработающих трамваях, он их все поставил на ноги. Все остальное понимал, что домой ему было. Но пьянку так и загубило. Весь салон там ушел. Я говорю только об одном. Нужно быть, чтобы в тебе нуждались. Если такой человек болеет, за него многие ходатайствуют. Ищут ему высших врачей, стараются достать лекарства, потому что все страдают, что его нет. Говорят, незаменимых людей нет. Действительно так, но все-таки большая разница, кто придет на смену ему. Ушел Ак. Павел, где замена? Иоанн Батарус ушел. А замена ему? А ведь прошло 1600 лет и столько было проповедников за это время. Поэтому, когда Иоанн Батарус заболел, то он говорит, я искал по настоянию друзей, лучших врачей и высшее лекарство. Буквально-то всего мира в противоре смеете любви и света к нему, чтобы поднять его. Это нужно осознать сегодня нам здесь. У нас некоторые в лагере уезжают, ну и слава богу, наконец-то умерли. А другой уедет и сразу же на следующий день чувствуем этого человека уже не хватает. Не говоря уже о взрослых, о воспитателе, о старшем воспитателе. Как только мы слышали, что уезжают все в заходе зыганам, пусть незаконно будет. Вот пример, какой мы извлекаем. Далее, находясь в чужой местности, зная религию своего народа, предки, как верили, традиции, обряды свои, этот бой сравнивал. Это какова тактика военных, они все сравнивают. И он нашел, что правильно верит так, как верят его враги, которых они покорили. Покорить-то покорили, но самому пришлось покориться тому божеству, который был покорен над народом. И он не только в это поверил. Я догадываюсь, что его пророчества были известны, иначе зачем же он пришел бы к Господу? И я думаю, что он верил в это пророчество, иначе зачем же он потянулся бы за помощью ко Христу, которого еще никто не провозносил Богу. Он был известен как Целитель, но не как Мессия. И вот свои привычки военные, раз, два, три, строят шагом, залки, он все применил в своей просьбе. Кто на него надумал, чтобы так сказать? У меня есть подвратное линию, ну и что? У тебя же команды? Они одновоенный человек, когда и слышится, великое дело, приказ, великое дело. Пошли, а потом у тебя отрекутся, а он там в спецназе работы не погибает. Ничего не сделаешь, это военный. И он это применил на поводу себя. Вот у него был один талант, звездочки. И он их применил для спасения. Я одному говорю, привет. Приходит, иди. Идет. Но откуда он взял, что болезни это Божьи посланники? Это только из пророчеств. Господь везде угрожал израильскому народу. Если вы не будете слушать и исполнять законы, я нашлю на вас и дальше щасок из колорадского жука. Окрестные народы будут у вас воровать. Я вас задавлю, если вы не будете веровать, как должно. Вот это он знал, что Бог посылает болезни как слух своих для наказания, для отмечения, для вразумления. Господи, болезнь-то, она от тебя. Ты не можешь не знать, что у меня болезнь. Вот это только слово, скажи, идти-то незачем. Я оказался на высоте похвалы, что во всем Израиле он не нашел в Господь такой веры, какая была в этом окупасе, завоевателе, иностранце. Будет ли она тогда подсказана так, что у нас есть такая вера, которую вы все в Патриархии не нашли? Вот вера, в такой зарубежной церкви нет, какая у нас вера. Я дьюсь за обоим тоже, что за четыре печати были созданы со священное Писание. Сегодня вся часть этого бывает читает послание к жару к народу. Один день тоже бывает так. Еще я не к Евангелию считаю лицом к народу. Послание, которое к нам пришло, повернулись к спиной. Привычка. Доказать, врата всякие открыты. Ну и что? Закройте врата. Ну и нигде этого нет, что если считать при открытых вратах, то про народ надо забыть. Не вратам считаешь, не алтарь, считаешь нам. Я прошу, не закрывайтесь. Старайтесь до народа вынести. Притом уже это все пройдено у нас. И чтесы считают послание лицом к народу. Где сам Диаком не один раз считал так. Раз, ближе, пять раз за голову. Вот они где в корни-то наши. К народу надо идти, а не от народа. Когда бы отец похвалился этого офицера, в конце он говорит такие слова. Длинное время, когда Бог будет позволить анализ веры людей. И окажется, что те, которые считались правоверными, по-нашему сказать, истинно православными, окажутся не только не на высоте, а на глубине великой. И сыны царствия будут извержены волны. Отпишешься от востока-запада с северное море. Атилга. Они возглавят царство небесное. Речь идет о сынах царствия. И с таким именем назывались только эзвентяне. Все остальные считались сынами идоров, сынами сатаны, сынами тьмы. Я решил посмотреть, что означает слово царство, в каких видах оно в Священном Писании идет. Это называется исследование. Не просто царство. Так вот, царство в Господнем в Библии встречается в разных вариантах. 684 раза. Как Господь любит человека. Это фактически два раза на день Господь приглашает в Царство Господне. Царство небесное только 48 раз. Царство Божие 89. И оказывается, что про небесное царство в Библии говорится 353 раза, а про земное 331 меньше. Может, это ничего не значит, но я не думаю, что у Бога ничего не значит. У Бога все выговорено. То есть Господь дает нам сразу, и все-таки дает перевес, чтобы мы подумали о том, что целые царства будут измешаны. Почему? Потому что они мерили все своею меркою. Своими привычками, традициями и просмотрели свой цар. Итак. В 4-й день в царстве 24 глава 1 стих говорится о том, как иноземный царь Новоходоносов покорил царя Иоакима и сделал его подвластным, и он платил ему дань. Я разбираю слово подвластный. И я сам кричал подвластный, но у меня еще ниже кто-то есть. Мы-то все подвластные, потому что берем. Но у каждого кто-то есть в Икадочстве. У тебя есть дочь, сын. У каждого кто-то есть. И ты говоришь, и ими распоряжаешься. И поэтому не надо встываться, что они мешают. Они подвластные тебе. Я бы пошел у меня в детях. Я бы пошел у меня в скотинах. Это все подвластное. Из этого местописания мы находим, что подвластное значит платить дань тебе. И встываться на то, что это мешает тебе идти в Господу, совершенно неразумно и вопреки Священному Писанию. Раз оно подвластное, покорено под Моги Твоим, поэтому выжимай из этого пользу. Приведи это все по Христу. Четвертый царь, 25-24. Не бойтесь быть подвластными Халдеевам, Бога сказанным, потому что вы сохраните в себе веру, верность Иисусу Христу. То есть вы можете правильно распорядиться, что под нами, и вы правильно распорядиться собой перед теми, кто выше нас. Мы во всем должны подчиняться власти, какая над нам, кроме того, что они будут требовать упреки Священное Писание. Кого должны больше слушать? Бога или человека? Из этих слов сотника мы видим, что он был на своей должности почитаемый, иначе зачем бы его послали в такую страну? Если у нас солдат признанный в Адмигу, то он служил в Германии. Там тоже проверяют. А вот в такой-то, как в президентском полку. Там проверяют на 10 раз. Тем более то место, где евреи часто покупали, опустя, расплатили им, этот человек должен быть непораспорядливый. Вот в историю нужно знать. Сейчас-то был постом этих людей, хотя бы в Афганистане. Приехал он там, говорит, а у нас там было ВТФ военный детский был. Загнали за анашютом, за наркотики, танки продавали. Об этом Фицерии нигде подобного не было сказано. Его бы там и не держали. Тогда разговор был короткий, сразу бы его поставили к стенке. И вот таких людей Господь ставит на высоту, что во всем Израиле, во всей стране, ни в Патриарше, ни в Патриарше, ни в Патриарше, ни в Патриарше, ни в Патриарше не нашел такой веры. В чем же она заключалась? В доверии. В вере во всемогущество Божие. Достаточно Богу сказать одно слово. А как Он нам скажет Христос? В Библии. Читая Библию, мы находим, Бог говорит, любовью вечную, я возлюбил тебя. И как бы глубоко ты не пал. У тебя есть на место встать, заверяющих Господу. Встать! Иногда вставший и вернувшийся бывает в цене и обращать Божий. Ибо об одном Павшем прадает Ангелы Небесные, если Он возвращается. За налогом битву, а Бог не битву дает. Его весы побили, а Он встал. Встал и теперь более исходительен другим, как отвлекшийся от Христа трижды апостол Петр. Апостол Павел умел пользоваться тем, что Бог давал Ему. Какие были преимущества? Сегодняшнее апостольское и евангельское чтение заполняют одно другое. Вот у него было военное звание. Смотрите, как мудро он воспользуется. Я подвластный человек. Но у меня еще есть подвластный. Я довезла такой дисциплины, что нигде мне и не прикословятся. Давайте отсюда излишим пользу. Апостол Павел был еврей. Да, послание Коринфянам во втором 11-22, доказывая, что авторитет его достойный уважения. Он говорит, а не ли? И я. А сегодня специально под посадку брали в раху национально. Из-за чего? А чтобы не ухаживать, что еврей. Все понимают. А тащи-то и сделай в угла. Почему я не боюсь, что я любитель? Почему еврей боится? Потому что все знают о мировом заговоре и прочее. И этого бояться не надо. Вы же сумели сделать? Ну и несите последствия за все, что делаете сегодня. Сегодня слово «полисей» носит ироничный, а иногда даже оскорбительный характер «полисей». Пока не серебисам прицать, Апостол Павел говорит, я полисею, я полисею. То есть его пытались укорить, унизить, что он не такой, как те, кто за ним пришли. И он этим звания свои, природное дарование, так, как он родился в этой еле. А я, граждане, и я. А я, чем я, и я? И я. А не служители Христовы? Он мне сказал, я. В безумии вот и я больше. Вот я сейчас уже не наступлю. Постановки. Наши таланты. Все время можно проверять. Таланты, данные, что у нас, сокровища. Где-то не распечатано, на складах души лежит, надо проверить. Просто все тут проверить, выбрать времени, не когда-то сделать это сегодня. И он говорит, что я ежемерно, утром начинаю молиться. Господи, покажи мне талант на сегодня. Отец небесный. Помоги мне увеличить мой талант. Мне так хочется быть невиновным перед тобой и прославить тебя. А тот спрашивает, а какой у меня талант? Вот такой талант я военный. У меня таланты. И этим я воспользуюсь. И получу таланты. Были апостолы рыбаками. Почитаем Матфея 4.19. Отстали с такими же рыбаками, но только на людей. Господь научил их, какую насадку делать на удочку, как ее скрывать, что говорить. Вот скрываться я что? Я хотел, чтобы вы были, как я. Кроме, конечно, этих цепей. А то сейчас скрою. Зовите, какая у насадка у него? А что? Обещание Царства Небесного и будущих благ. Итак, книжник. Не скрой этого. Да, так. Я кричал в институт. У меня есть грамота. Евангелисм Матфея 13.52 говорит так, что Царство Небесно подобно книжнику, которое выносит из сокровищницы новое и старое. Значит, это уже значит и новое приобрел, и старое. Могу сказать, что некоторые никогда из вас не исследовали сами себя. Написано измеровать из себя сами. Верующие. Не писание только. Обникать себя, обучение. И занимаешься этим по воскресеньям только утром? Постоянно. 1 Тим. 4.16. И только тогда, подступая так, спасешь себя из слушающих тебя. Иначе ты ни себя не спасешь, если уникать не будешь. И других в заблуждение избежешь ты. 2 Законие 28.63 говорится. И как радовался Господь, делая вам добро, и умножая вас, так, говорит, радовался Господь, погубляя вас, когда вы будете извержены из земли. И остановился на слове «извержены». Все люди, которые не будут любить Господа и исполнять Его заповеди, здесь же Господь говорит, все лица, все будут извержены. Извержение означает «выброшены». Бог дал вам прекрасную землю. Вы живете окруженной милостью Божией. У нас есть все необходимое для жизни благочестивой. Поэтому цените это, чтобы Бог не выбросил нас из этой земли. А даже не обрадить нельзя, как быстро все один день изменится. Отношения к верующим изменятся. Храмы внезапно будут закрыты. Верующие будут объявлены врагами Отечества. А и с приходом, сидеем, беседом. И как будто так всегда будет. Говорят, что время очень быстро меняет все. Господь говорит, с какой радостью я помогал вам, наслаждал, вплодил, с такой же радостью все уничтожено, если не будете ждать Меня. С каким же наслаждением я выброшу и извергну вас? В Псалмоте 1, Давид 36, 28 говорит так. «Ибо Господь будет правдой, а беззаконные будут извержены потомство нечестивых истребельцев». Вопрос. Я нечестивый или благочестивый? И поэтому потомство будет жить, оно уже нечестивое, сквернословищее, воровищее, тянущееся к греху, оно будет извержено и исчезнет. Вычитаем это, и нужно сразу применить в себе и подумать все. За что ты земли это не выбросит Меня? Я достойный этой земли? А ведь мы записаны не в эту только землю. На Царство Небесное уже прописано в День Крещения. Наши имена там прописаны. И Бог не нас ты ищет, ибо из всякого народа приятен Ему, чтущий Бога. Порок Кириллея 18, 23 говорит так. «Но ты, Господи, знаешь все замыслы и впротив Меня, чтобы мертвить Меня, да был по мне незвешеным». Значит, ненависть даже к одному праведнику может лишить целой страны, целую страну находиться на своем месте. Бог неизвестный всех. Бог выбросил кир, говорит Иоанн Златоуст, как гранил, как меч в дальнюю страну. И Он, как ком, засохший в грязи, растоптал все развернули по всем странам мира. Вот в чем сравнивается положение Израиля, когда они отступили от Бога и Егору. Они потеряли связь с Богом и стали служить идолам. Иоанн Великого Иоанна 15 говорит «Кто не пребудет во мне, во Христе, в Писании, незвешне с собой». И Садство Небесное Высчетово будет из книги жизни «как ветви и засохнет». И такие ветви собирают и сжигают. Надо целево проверять, ощупывать себя, смотреть свои дела. А праздники, Господь говорит, они старости, сочные, свежие и плодовитые. А нас можно это сказать? Или они молодые, но уже засохшие, уже профессионально обладают себя. Ничего не меняется. А это старости, а пацаны-то же такие немощи. Не зря говорят, что если кто спит днем до шестидесяти лет, за каждый час будет спать день. Бог отнимает жизнь, указачивает. А кто после шестидесяти лет не дает отдыхать, говорит днем, тот, наоборот, сокращает жизнь. Постарайтесь не до шестидесяти лет. Глаз не закрывайте. Я когда просчитал это, мне было лет тридцать, я страшно испугался. И пацанов даже никогда днем не ложится. На тот же день пытаются это сохранить. Это сокращает жизнь. И когда спрашивают, берут интервью в Болгарете, там, за сто лет, и говорят, как ваша жизнь прошла, все покажет, что они много трудились. Они много работали. Поэтому не прославляем Царство Небесное. 1 Кор. 5.13. Когда среди верующих появляется нечестие, беззаконие, неверие. Господь говорит, из верующих превращенного и среди вас, учите детей вести себя в благодоверие на храме. Повторяю, что говорил уже не раз, если не будет благодоверия к храму, у этих детей ничего святого вообще тогда нет. И тут правда еще раз, посмотрите, как они одеты, посмотрите, какое у них платье, как поясок, и напажите, в храм придешь. Ни звука, ни шоку по тем более у нас куста. Редко кто может поколиться такой тишиной, порядком, как у нас. В Откровении 3.16 Библия заканчивается такими словами. «Но как ты был теплым, а не гороши, не холоды, то извергну тебя, Иисус Моих». Толкование говорит, а то что Иисус человек извергает? Сразу сам ты не догадаешься. Я говорю, блюдино. Вот чему Богу подождает людей, которые, говорит, ни свечка, ни кочерга. Ни Бога, ни людям. Чтобы не быть извергнутым, то нужно быть ревностным. А когда ревность показал этот социк, социк означает капитан по сегодняшнему. И он нашел историю своей глубокой веры в то, что Христос может делать все. Если мы сами душой болеем, не в желании читать Библию, не в желании идти в храм, не в желании соблюдать деревенский устав, попроси Господа. Иисус Христов вчера, сегодня и во веки тот же. Он любит нас. Он собрал нас, как птицы, как курица птенцов своих собирает. И благословен Господь, что снова нам напомнил через этого римлянина о той вере, которая должна быть у нас. Чтобы мы в конце жизни, в смертный час, не увидели катастрофу. Что мы не дивержины, что нас нет в книге жизни. Для этого мы приходим в храм, чтобы получить благословение священника. Причастить от святых божественных тайн. Вновь ощутить на себе благословение нашего Бога и Его через Иисуса Христа. Идут святые, чтобы благословить нас. Аминь.